Новый день встречаем с программой Утренний Фрэш. Я, Анна Корольчук, в этом выпуске расскажу об интересных событиях и фактах, которыми пестрит всемирная паутина. Начинаем. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха прогреется до 5 градусов. Ветер западного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 16. Продолжение темы о погоде в Беларуси на ближайшие дни. Сегодня днем с Балтийского моря в основном на северную часть страны переместятся атмосферные фронты. Будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные осадки на севере Беларуси и гололедица на отдельных участках дорог. Днем возможен сильный порывистый ветер. После обеда воздух прогреется до 9 градусов в отдельных районах страны. Еще несколько теплее станет 2 апреля. Погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачность, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед. Днем местами сильный порывистый ветер. Ночью температура будет повыше, чем накануне, от минус 3 до плюс 3 градусов. После обеда этот показатель будет колебаться в диапазоне плюс 4, плюс 10 градусов в зависимости от региона. Начнем выпуск с забавных ситуаций, виновниками которых стали домашние и дикие животные. В сети набирает популярность видео, которое развеселило множество пользователей. Танцовщица решила дать урок в режиме онлайн, но упустила из виду один нюанс. Она не учла, что ее питомец может вмешаться в процесс. Испортил код занятия или, наоборот, улучшил – решайте сами. А дело было так – девушка в кадре показывает движение, игнорируя кота, который настойчиво требует внимания. Несколько раз кот был отвергнут, но он не перестал стоять на своем. В какой-то момент питомец решил просто прервать занятие и поймал момент, когда хозяйка больше не сможет игнорировать его. В Мексике находчивый парень отыскал необычный способ пополнения своего провианта, не выходя из дома. За продуктами в магазин он отправляет своего пса. В один из дней молодому человеку захотелось чипсов. За этой покупкой он и снарядил чихуахуа. К кошейнику парень прикрепил записку со своим пожеланием и 20 долларов. Интересно, но питомец успешно справился с задачей, на выполнение которой ему понадобилось всего полчаса. В одной из семей в американском штате Аризона живет очень энергичный кот. Питомец не прочь поточить когти обо все, что подвернется под лапу. В один из дней кот занялся обоями. А дальше произошло что-то необычное. Проказника застукала хозяйка и уже была готова наказать. Но вдруг ее внимание привлек рисунок, который скрывался под обоями. В итоге стены в комнате были полностью очищены. И домовладельцам открылась яркая фреска на все стены. На ней изображен водоем, статуя, берег и пышные облака. Выглядит картина потрясающе. Поэтому хозяева дома даже решили отыскать автора и опубликовали историю в соцсетях. В американском штате Монтана произошел случай, который еще раз подтверждает. Работа журналиста не только интересна, но бывает и опасна. Творческая группа одного из телеканалов прибыла в Йеллоустоунский парк, чтобы провести репортаж. В какой-то момент журналист в кадре начал нервно поглядывать в сторону. Прошло несколько секунд, и он взял камеру и спрятался в машине. Оказалось, что происходящим заинтересовался местный бизон. Животное, не отрывая глаз, смотрело на мужчину, а затем и вовсе решило подойти поближе. В этот момент репортер понял, что не хочет развития такой ситуации. И наверняка принял правильное решение, ведь при желании бизоны могут быть очень быстрыми. К следующим новостям. Одно из зданий в Великобритании, где проходили съемки сцен фильма «Гарри Поттер», решили переделать под жилой дом. Построенное в 1903 году здание стоит в городе Буши. Из Лондона до него можно доехать за 20 минут на поезде. Будущий жилой дом оснащен всем необходимым. Но для фанатов фильма он дорог тем, что там проходили съемки некоторых сцен. В частности, большой зал в Хогвартсе – это обеденный зал здания. А в одной из башен был кабинет Дамблдора. Стоимость двухкомнатной квартиры в этом доме оценивают в 760 тысяч фунтов стерлингов. Китайские биологи создали первый в мире атлас клеток человеческого организма. В исследовании ученые использовали разработанную платформу, предназначенную для быстрого определения последовательности РНК. Научная группа составила атлас клеток как эмбриона, так и взрослого человека. При этом была разработана и система одноклеточного сопоставления. Ученые также выяснили, что ряд видов клеток в организме человека фактически играют роль иммунных клеток. По мнению экспертов, этот атлас послужит бесценным материалом для дальнейшего цитологического исследования. Специалисты рекомендуют чаще употреблять в пищу огурцы. Эти овощи содержат мощные антиоксиданты, которые защищают организм от опасных частиц, негативно влияющих на иммунную систему. Употребление огурцов может повысить сопротивляемость организма болезням. Вещества, входящие в их состав, поддерживают деятельность иммунной системы, способствуют выводу токсинов и регулируют обмен веществ. Фермент, обладающий способностью предупреждать старение организма, обнаружили американские ученые. Детальное изучение может сделать его основной составляющей эликсира молодости. Также он, вероятно, может стать частью препаратов, продлевающих жизнь. Специалисты обнаружили этот фермент в организме подопытных мышей. Он способен предотвратить развитие хронических воспалительных процессов, со временем вызывающих старение организма. В этом и состоит его уникальность. В Сиэтле презентовали умный браслет, который создан специально для тех, кто желает отказаться от вредной привычки постоянно касаться лица руками. Новинка похожа на обычный браслет на ремешке. Когда человек приближает руку к лицу, разработка начинает вибрировать. Браслет разработан специально для того, чтобы выработать простой рефлекс через повторение. В устройстве присутствует гравиметр, который устанавливает положение руки в режиме реального времени. Со временем пользователь может отучиться трогать лицо без нужды. Однако одного браслета может оказаться мало, так как мы, как правило, трогаем лицо обеими руками. В таком случае к смартфону можно подключить сразу два устройства. В заключение еще немного о братьях наших меньших. Ученые утверждают, что в действительности кошки не являются эгоистами. На эту тему было проведено исследование, в котором приняли участие питомцы из приютов. Некоторое время они находились в изолированном помещении, после чего им предоставили выбор – получить ласку человека или еду и игрушки. Оказалось, что общение с человеком для большинства испытуемых все-таки на первом месте. Затем уже следует еда, а потребность играть расположилась на третьем месте. Кошки дают человеку не только эстетическую, но и вполне реальную пользу для здоровья. Как утверждают специалисты, в некоторых случаях эти питомцы способны даже заменять лекарства. У простого мурлыкания довольно большой диапазон. Это хорошо отражается на психологическом состоянии человека, успокаивает нервы и даже помогает снизить давление. В США ученые провели исследования с прослушиванием мурчания. Результаты работы подтвердили гипотезы. Мурлыкание благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение – солнечным. Хорошего дня!